С вами новости Карелии. Здравствуйте, меня зовут Алексей Неживёнок и вот главные события на сегодня. В Петрозаводске снесли аварийный спортивный зал. Жизнь после пожаров. Рассказы волонтёров и пожарных. Отремонтированный детский сад на Ленинградской принял первых воспитанников. Сегодня в зале благородного собрания Национального музея глава Республики Артур Парфенчиков чествовал первого в нашем регионе олимпийского чемпиона по тэквондо Владислава Ларина. Мы находимся под очень ярким впечатлением победы нашего земляка, нашего Карела, как многие его в соцсетях называют, Владиславу Ларину. Артур Парфенчиков вручил орден сам по владателю золота Олимпиады Владиславу Ларину, а также его наставнику и тренеру, который на протяжении долгих лет вёл его к победе Сергею Петрову. Почётные знаки за вклад в развитие Республики Карелия удостоены и родители Влада. Их вручили маме Ольге Лариной. Самый молодой кавалер ордена сам по поблагодарил всех, кто на протяжении всего пути разделил с ним не только радость, но и горечь поражение. Я хотел бы на самом деле очень сильно поблагодарить своих родителей, маму и папу за то, что они на протяжении всего вот этого трудного пути всегда были со мной, всегда поддерживали. Это их заслуга в большей степени. Наверное, больше даже, чем моя личность. У Владислава Ларина теперь полный набор наград высшей пробы во всех крупных соревнованиях. Он чемпион России, Европы, мира и олимпийский чемпион. Артур Парфенчиков пожелал Владу выиграть ещё не одно олимпийское золото, а его супруги, тоже спортсменки, воспитать маленьких тэквондистов. Детский сад номер 111 «Сказка», расположенный на улице Ленинградская 6Б, вновь открылся после продолжительного ремонта. Большой, светлый и просторный. Он нравится и детям, и их родителям. Сейчас ребята знакомятся с товарищами и воспитателями в детапционных группах. Это обязательное требование для того, чтобы малыши комфортно устроились в новой для них среде. Наша съёмочная группа узнала, как преобразился садик и что о нём думают воспитанники и их мамы. Никита, любите с ребятками играть? Один. С одним? А как зовут? Не знаю. Мальчик. Никита с мамой Еленой пришёл посмотреть свой новый детский сад и познакомиться с воспитателями. Но уже успел найти товарища и заиметь любимый автомобиль на детской площадке. Мы пришли и только познакомились с воспитателями, посмотрели наш прогулочный участок, нашу группу, в которую мы будем ходить. Я думаю, что ему будет очень комфортно, потому что такие участки. Детский сад «Юный автомобилист» будет зачислен с понедельника. Его ждёт адаптационный период. Чтобы малышам было комфортно на новом месте, в жизнь садика их включают постепенно. Знакомят с персоналом, другими ребятами, дают привыкнуть к распорядку дня и помещениям группы. Для молодого человека в красных штанах Даниила Сверчкова адаптация уже началась. Ребёнок ходит в садик только второй день, но чувствует себя комфортно и увлечённо общается с воспитателем. Даже наша видеокамера не сильно отвлекла его от занятий литературой. До этого Данил ходил в старый детский сад на Ключевой, поэтому его мама Ольга была рада, когда им предложили место в сказке. «Там садик старый, здесь садик новый, всё чистенькое, всё красивое, шкафчики, сушильный шкаф. Плюсов, конечно, здесь гораздо больше». «Как вы думаете, маленькие дети, они тоже воспринимают вот это по-разному? Старое здание, новое здание, старые игрушки, новые?» «Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, судя как, ребёнок мой пошёл сюда, ему очень понравились сразу шкафчики. Он сразу весь такой весёлый, довольный был, улыбался. Притом, когда пошли домой уже, он весь, опять же, довольный был. И сегодня с утра он с замечательным настроением встал и пошёл в сад». Адаптация проходит под руководством психолога и длится от недели до трёх, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Когда она закончится и группы будут полностью укомплектованы, дети начнут заниматься музыкой и спортом. Для этого есть соответствующие помещения и педагоги. Так, в музыкальный класс ребята будут ходить не меньше трёх раз в неделю. Первый концерт уже в сентябре. Подготовка к утреннику в честь Дня знаний начнётся уже совсем скоро. Всего «Сказка» готова принять примерно 180 детей. Такая цифра обусловлена требованиями Роспотребнадзора. «Детский сад у нас называется «Сказка». В нём 8 групп. Группа рассчитана как на детей раннего возраста, так и на детей дошкольного возраста. На сегодняшний день детский сад уже принял детей. У нас уже работает несколько групп. В группах началась адаптация». Большинство родителей воспитанников «Сказки» подавало заявление на зачисление сразу в несколько учреждений дошкольного образования. Открытие этого детского сада для многих стало приятным событием. «Нам изначально предложили, конечно, как и всем, птицефабрику и удалённые районы города. Тогда мы отказались. Затем спустя месяц позвонили и предложили пойти в садик на Октябрьском. В целом это оказалось удобным, потому что мы работаем с супругом оба в районе Заводской вообще. Поэтому нам из центра как раз по пути сюда заезжать. Поэтому мы с радостью согласились». Детский сад оставляет благоприятное впечатление. Везде чисто, группы яркие и приветливые. Меню питания вызывает аппетит и ностальгические чувства. Компот из изюма и оладьи с повидлом – бессмертны. За постом охраны 24 часа в сутки находится человек, который следит за безопасностью малышей и сохранностью здания и территории. Открытие этого сада позволит многим родителям избежать ежедневных поездок с ребёнком в отдалённые районы. Илья Лопухин, Владислав Петров, Служба новостей. В Карелии смягчили антиковидные ограничения. Новое распоряжение подписал глава республики. На своей странице в соцсетях Артур Парфенчиков уточнил, какие изменения произойдут в жизни и работе жителей республики. Количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено. Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев. На тур объекты, которые паспорт иммунизации не получили, это правило не распространяется. Работодателям рекомендовано установить дистанционный формат работы и гибкий график начала и окончания трудового дня для сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не болели или перенесли коронавирус более шести месяцев назад. Жители республики старше 65 лет, привитые или переболевшие коронавирусом, теперь могут заниматься в кружках и клубах по интересам в очном формате. Ученики Петрозаводской школы номер 14 1 сентября не увидят большого спортивного зала. Аварийную пристройку снесли. Средства на это заложили в бюджете города в прошлом году. Расстраиваться дети и педагоги не должны. Спортзалом не пользовались на протяжении шести лет. Как планируют распорядиться освободившимся пространством и где будут проводить уроки физкультуры? Юлия Кучеренко расскажет подробнее. Понадобилось всего шесть часов, чтобы снести аварийный спортивный зал и освободить школьную территорию от уже ненужной пристройки. Вот так он выглядел в последние годы своей жизни. По назначению зал не использовали, больше как склад. Иногда заходили, чтобы взглянуть на маячки, которые сообщали, насколько увеличились трещины в стене, или по-другому, как деформировались основные конструкции. Геологические изыскания показали, что нужно полностью перебирать фундамент пристройки. Решили, что проще ее снести. Сейчас подрядная организация освобождает территорию от физкультурного прошлого. После этого рабочие будут подсыпать и выравнивать площадку, а также штукатурить оголенную стену. Все работы обойдутся бюджету Петрозаводска в 3 миллиона рублей. Мы участвовали в торгах и конкурировали с другими организациями, которые участвовали также в этом тендере. Мы дали более выгодную цену. Сложность, естественно, бывает. Это демонтаж, непредсказуемая вещь, очень опасная работа. Но мы справились с этой задачей, сделали все аккуратно, не повредив никакое основное здание. До 15 августа все работы должны быть выполнены. Дальше руководство школы будет решать, как использовать новую площадку. Возможно, здесь будут проводить смотр строя и песни и другие школьные мероприятия. Где появится новый спортивный зал, пока неизвестно. Заключен договор на предпроектное обследование территории и здания школы на предмет постройки нового спортивного зала. Здесь, в этой проектной документации, должно быть отображено место строительства, также архитектурно-проектное решение будущего спортивного зала и ориентировочная стоимость спортивного зала. Для уроков физкультуры будут использовать малый спортивный зал, многофункциональную уличную площадку, дом бокса, который находится рядом. Кроме того, есть договоренность с соседними, с 6-й и 38-й школами, о том, чтобы использовать для уроков физкультуры их площадки. О сроках появления нового спортзала пока никто не говорит. Юлия Кучеренко, Владислав Петров, Служба новостей. Детский театральный коллектив вошел в число лучших на всероссийском конкурсе. Премьер-министр Карелии предложил связать Карелию и Германию авиасообщением, а в Петрозаводске дополнительно отремонтируют 20 дорог. Об этом и не только. Коротко. Детский театральный коллектив вошел в число лучших на всероссийском конкурсе. Творческая лаборатория «Театрум» стала лауреатом фестиваля «Поколение Next 2021» со спектаклем «Алиса в стране чудес» артистом, занятым в постановке от 10 до 13 лет. Премьер-министр Карелии предложил связать Республику и Германию авиасообщением. Такое предложение Александр Чепик сделал на встрече с генконсулом Германии в Санкт-Петербурге. Около 20 дорог дополнительно отремонтируют в Петрозаводске. Городские власти нашли деньги на обновление 28 тысяч квадратных метров асфальта в столице Карелии. В данный момент список улиц скорректируется. В Карелии коронавирус диагностировали у 170 человек, только трое из этого числа были привиты. Пять человек из числа заболевших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Одного из пациентов подключили к аппарату ИВЛ. За минувшие сутки медики зафиксировали смерть двух человек. Житель сортовал и ножом убил любовницу и пытался покончить с собой. По версии следствия, нетрезвый мужчина не менее четырех раз ударил ножом свою сожительницу. Мужчине грозит до 15 лет колонии. За минувшие сутки в лесах Карелии не зарегистрированы новые лесные пожары. Мы уже не раз упоминали о вкладе волонтеров в борьбе с огнем, который бушевал несколько месяцев. Глава республики Артур Парфенчиков наградил первых 46 добровольцев. Подробнее у Александра Степановой. Более тысячи волонтеров помогали в тушении лесных пожаров в Карелии. Один из героев нашего времени – Виктор Иванов, водитель троллейбуса, а в свободное от работы время выезжал бороться с огнем. Виктор сначала попал в Ругу, затем в Кудаму, Гомсельгу и Нелгмазера. Где-то на протяжении, наверное, трех-четырех дней, когда стоял смог, и расстояние там вроде как бы до города было приличное, но в принципе я сидел и понимал, что почему там все это не заканчивается, когда есть как бы власть, есть пожарные и не могут справиться. То есть тогда я уже как бы по той статье, когда требуются добровольцы, волонтеры, я уже как бы начал действовать. Волонтеры доставляли еду и продукты, помогали окапывать горящие территории, заливали небольшие очаги, окарауливали границы пожаров. Занималась этим и ученый-биолог Анна Игнатенко. Девушка считает, что ее долг – защищать растения, в том числе и древесные. Ее отправили в Кондопорские и Суаярские районы. Первый раз, когда видишь огонь, особенно больше, наверное, пугает задымление территории большое, когда вот перед глазами мало что можно различить. Конечно, страшно. Я хочу сказать, что вы замечательны. Я хочу сказать, что благодаря той работе, которая была сейчас проделана, мы не только сохранили наш с вами лес, но и вернули веру в наше общество, в наших людей. Говорят, карелы долго запрягают. На самом деле мы с вами показали, что это не так. Пока что благодарственные письма получили 46 человек – волонтеры, которые прошли через добровольческие центры и которые смогли присутствовать на встрече. Глава Карелии отметил, что будут искать и награждать всех огнеборцев. Только концентрация всех сил и наших пожарных, которых мы пригнали из других районов, и добровольцев, конечно, и местных жителей. Только концентрация этих сил позволила отстоять дома, отстоять имущество и самое главное – не допустить пострадавших среди наших жителей. Александра Степанова, Максим Зверев, Служба новостей. В Карелии нет действующих лесных пожаров. Однако выжженные гектары по-прежнему патрулируют. По словам лесничих, огонь может вспыхнуть вновь. Земля просохла настолько, что без присмотра пострадавшие участки леса оставлять нельзя. За порядком в лесах следят пожарные инспекторы, местные жители. Последние благодарят героев, которые спасали их деревни. И предупреждают о новых опасностях. Режим чрезвычайной ситуации этого года многому научил. Из Волонецкого района Ефим Овчинников. Тот жаркий день, когда над деревней Большие Горы нависла большая опасность, ее жители запомнят надолго. Огонь остановили совсем недалеко от домов. По официальной версии – в километре. По словам местных жителей, еще бы метров 400 и огонь мог добраться до сухих некошенных полей вокруг поселения. Ну, все бы сгорело, конечно. Лес-то, может, еще что-то как-то. Деревня бы сгорела. Ну, благо, что помогли люди. Многие запомнили этот трактор. Он оперативно вспахал противопожарную полосу вокруг охваченного огнем леса. И тем самым успокоил местных жителей. Огонь не пошел дальше. Сейчас Дмитрий Минин на своей машине мирно косит траву на полях в соседнем Ильинском. За спасение Больших Гор тракторист не получил высоких наград. Да и не нужно, уверяет Дмитрий. Главное, успел помочь. Ну, блин, надо помочь людям, е-мое, чтобы деревня не сгорела все-таки. Зная, что случилось там в Союзском районе, конечно, блин, тут уже надо было действовать. Я все равно с тех краев, как бы, родом. Я всех там людей знаю в Больших Горах. Людям-то помогать надо. За участками леса, где бушевал пожар, до сих пор следят инспекторы. Огонь то и дело пробуждается снова. На ровном месте без видимых причин из-под земли начинает идти дым. Лес после пожара – тяжелое зрелище. Выжженная земля, поваленные деревья – повсюду следы работы топоров, бензопил и техники. А еще здесь очень опасно. У большинства деревьев сгорели корни, и в любой момент они могут попросту обрушиться на землю. Если лес после ЧП не привести в порядок, уверяют лесничие, это готовая почва для будущих пожаров. Ухаживать за обгоревшей территорией вокруг деревни Большие Горы предстоит ближайшие несколько лет. В ближайшее время, конечно, надо все оформить в санитарную рубку. Это по возможности быстро все это сделать, расчистить и принять меры по восстановлению леса. Либо посадка, либо естественное зарачивание. По одной из версий, пожар здесь произошел по вине человека. Скорее всего, кто-то собирал ягоды и бросил окурок в сухой мох. С того времени прошло две недели, а местные жители, наученные горьким опытом, уже снова обеспокоены. На днях около деревни арендаторы леса заготавливали дрова. После себя оставили хорошую сухую пищу для новых пожаров. Вон, что после себя отставляют. Ничего не убирается. То есть это будущий костер? Да, конечно. Вдоль дороги, посмотрите, около дороги, ничего не убирают. Жители деревни уже сообщили о нарушениях в местное лесничество. Ведь в случае что, сами не справятся. Обустройство пожарного водоема в деревне Большие Горы так и не началось. Хотя после Большого июльского пожара вырыть котлован, продумать подъезд к нему, народу пообещали. Большие горы ждут и с опаской поглядывают на соседний лес. Ефим Овчинников, Алексей Миронов. Служба новостей. Это были все новости, которыми мы успели с вами поделиться. В студии был Алексей Неживенок. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok